Здравствуйте, меня зовут Елена Александровна. Сегодня у нас урок по всемирной истории. Тема нашего урока «Китай в средние века». По какому плану мы сегодня с вами будем работать? Мы вспомним о династиях Тан и Сун, мы поговорим об экономическом развитии Китая, о монгольских завоеваниях и правлении династии Мин, о великих изобретениях китайцев и о том, что происходило в Китае в 15 веке. Итак, Китай. Китай в средние века. Давайте посмотрим с вами на карту и увидим, что территория Китая именно в пятом-десятом веках была гораздо меньше, чем заселённая территория Европы. Это была одна из могущественных держав с предневековья. Во время правления Суйской династии полководец Ян Дзянь восстановил единство Китая и основал династию Суй. Итак, что же это означает восстановил единство Китая? Давайте вспомним, что в третьем-четвёртом веках Китай распался на множество мелких царств. И именно в шестом веке происходит объединение Китая. В этот период в Китае были соединены реки Хуанхэ и Янзы. Была укреплена и достроена Великая Китайская Стена. Если мы с вами чуть-чуть вспомним о Китайской Стене, то вспомним ещё и о том, что в Китае был Великий Канал, который соединял обе великие реки Китая. Был длиной 1700 километров. И его использовали для перевозки внутри страны, для орошения полей. Итак, вот у нас Янзы, вот у нас Хуанхэ, и вот так проходил Великий Канал, который, кстати говоря, функционирует и по сегодняшний день в Китае. К началу VII века в Китае утвердилась династия Тан, которая управляла страной около 300 лет. Здесь мы с вами видим портреты китайских императоров Чжу Цзун Тана и Чэн Тана. Это были одни из наиболее известных императоров Танской династии. Император, сын неба, так его называли в Китае. И, как вы помните, сам Китай называли Поднебесное. На кого опирался император? Это многочисленная армия военных и многочисленная армия чиновников. А всё остальное – это обычные крестьяне. Именно во время правления династии Тан в зависимость от Китая попали Корея, Вьетнам, а китайская армия овладела Великим Шёлковым Путём и стала главенствовать на этом торговом пути, соединяющем Восток и Запад. Вся земля принадлежала императору. К началу XI века половина посевных площадей были в руках феодалов. Крестьяне применяли севообороты, и за сезон они собирали по два урожая. Вы можете подумать, как это было хорошо – два урожая в год. Но всё дело в том, что крестьяне вынуждены были платить и налог дважды в год. Налог был натуральный. Платили его рисом или пшеницей, а те, кто выращивали шёлк, выплачивали налог шёлком. Это Великая Китайская Стена. И давайте вспомним, когда и кем, и почему приказу была построена Великая Китайская Стена. Это третий век до нашей эры. Великий Цинь Ши Хуанди приказал выстроить Китайскую Стену для нападения от кочевников. И на протяжении долгих-долгих столетий Великая Китайская Стена защищала Китай от кочевников. Вот так выглядит Китайская Стена сегодня. Ну и наверняка вы знаете, что Китайскую Стену видно даже из космоса. Впоследствии династия Тан была свергнута. Какова же была причина того, что Танская династия перестала существовать? Естественно, как всегда и везде, как и в любой стране, это феодальные междоусобицы. Пять династий сменилось за сто лет. И только в 960 году в Китае утвердилась династия Сун. С приходом к власти династии Сун в Китае прекратились длительные междоусобные войны, а это позволило развивать хозяйство. Был отмечен рост городов, таких как Кайфын, Чэнду, Учан. Посмотрите, пожалуйста, на эти великолепные буддистские храмы в городе Пекине, в городе Кайфын, в городе Чэнду. Если вы обратили внимание, все эти буддистские храмы напоминают многоэтажные, многоярусные башенки. И, пожалуйста, я попрошу вас запомнить название этого храма. Он называется Пагода. Пагоды. Вот здесь перед вами известная пагода красоты дракона в Нанкине. Пагоды – буддистские храмы в виде высоких многоэтажных башен из дерева. Это новый термин, который встречается у нас с вами в изучении истории Китая. Итак, правление династии Сун. С 960 по 1279 год в Китае правило Сунская династия. И эту эпоху называют золотым веком ученого сословия. Именно в эту эпоху развивается учение Конфуция, толкуется и обновляется. Именно в эту эпоху в Китае расцветает пейзажная живопись, живопись по шелку. Посмотрите, как выглядело китайское письмо и фрагмент китайской росписи. И все это выполнено на шелке. Мы знаем, что Китай славен также и фарфором, знаменитый тончайший китайский фарфор. И, конечно же, шелк. И именно в эпоху Сунской династии расцветает ремесла в городах. В первую очередь это искусство на шелке. Картины, настоящие картины, настоящие произведения искусства писались красками, причем растительными или тушью, на длинных свитках из шелка или бумаги. И еще одно новое слово, новый термин, связанный с культурой Китая. Вот такая картина на шелке называется «Панно». Вот это тоже характерные китайские мотивы. В XIII веке на границе с Китаем появились племена монголов. И, как мы с вами уже знаем из предыдущих тем, в 1206 году предводителем всех монголов был избран Тимучин, который получил титул Чингисхан. И главной задачей для Чингисхана становится покорение, ну если не всего мира, то всей Азии. И первым на пути был именно Китай. В 1211 году Чингисхан вторгается в Северный Китай. За четыре года он овладел частью империи Цинь со столицей в Пекине. И в конце XIII века Китай становится основной частью монгольского государства. В 1279 году Китай был окончательно покорен монголами. И они установили здесь свою династию Юань. Одним из наиболее ярких правителей юаньской династии был хан по имени Хубилай. Хубилай сохранил китайскую систему управления, но были повышены налоги. Было ущемление национального достоинства китайцев. И поэтому в середине XIV века китайцы восстали против монголов. Это восстание вошло в историю под названием «Восстание красных повязок». Обратите внимание, восставшие надевали на головы красные повязки. Это был их отличительный знак. И в 1368 году Китай добился независимости от монголов. Руководил восстанием в красных повязках монах Чжу Юань Джань. И после победы над монголами он был провозглашен императором. Китайцы гнали монголов аж до самого Каракарума, столицы монгольского государства. Что помогло китайцам так расправиться с монголами? А то, что к XIV веку в Китае был изобретен порох и пушки, стреляющие этим порохом. Итак, Чжу Юань Джань, который основал династию Мин. Столицей этого государства был город Даду, который именно при Минской династии был переименован в город Пекин. Город, который и поныне является столицей Китая. Во времена династии Мин китайцы очень активно приселялись в Индокитай и Индонезию. Давайте посмотрим с вами по карте те территории, которые были либо подчинены Китаю, либо находились в зависимости от Китая. Итак, вот у нас идёт китайская территория, а вот эти территории попали под власть Минской династии. В Китае были организованы военно-морские экспедиции, а это говорит о том, что в Китае к XV веку имелся флот, состоящий из деревянных парусных кораблей. Одним из наиболее известных адмиралов и флотоводцев был адмирал Джан Хэ. Его эскадра совершила семь экспедиций в Индокитай на Озонский архипелаг, дошла до Аравийского полуострова и берегов Северной Африки. Кстати, есть данные, что Джан Хэ совершил и хадж-меку. То есть, завершая, мы с вами можем сделать вывод, что к XV веку в Китае происходило множество экономических и политических изменений, но к середине XV века Китай поразил экономический кризис. Домашнее задание – прочитать параграф 38, ответить на вопросы после параграфа, выписать и выучить термины и даты, которые мы с вами сегодня узнали. Спасибо. 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 Спасибо.